Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся в Павловском историко-краеведческом музее. В его зале традиций русского чипития. И сегодня у нас встреча с мастером ГПИ Кубани, с народным мастером России, лауреатом премии Душа России Агаевой Ириной Владимировной. Здравствуйте, Ирина Владимировна! Мы с вами, конечно, виделись, но для всех мы еще раз с вами поздороваемся. И хотелось бы сегодня еще услышать ваш рассказ, как вы пришли в свое творчество, вот традиционная тряпичная кукла. Как вы вдруг вас осенило и почему вы решили этим заняться? Ну, я хочу сказать, что я родилась на Кубани, здесь, в Станице Павловской. И у меня была бабушка Мелания с красивым таким певучим именем, которая с детства, в общем-то, меня приучала к рукоделию, к шитью. И она сама очень много умела, очень много всего делала дома. И шила, и пряла, и ткала. То есть, ну, по тем временам, все, что могла женщина кубанская, все она это делала. Ну, я выросла рядом с ней, собирала лоскутки, которые отставались от платьев, бабушка которых шила. Ну, и вот так получилось, что что-то она мне показала, что-то я усвоила. И с детства хочу сказать, что я участвовала в выставках, посвященных вот дню рождения Тараша Григорьевича Шевченко. Потому что жила я здесь, и у нас школа была именем Тараса Григорьевича Шевченко. А вы в третьей школе? Я, да, сейчас двадцать, она третья, сейчас двадцать четвертая была. Нет, она раньше была четвертая, а сейчас она третья. Да-да-да, сейчас третья. Ну, я училась в старой школе, еще и новой не было. Поэтому вот этот праздник я запомнила навсегда, что 9 марта день рождения Тараса Григорьевича, и наша школа не училась, а именно проводила такой праздник. Это были и декоративно-прикладное искусство в классе в одном. Я участвовала в этих выставках. И это был концерт. Но тогда вы еще не были знакомы вот с традиционной народной помощи, которая сейчас присутствует в вашем творчестве. Нет, конечно, нет. Я просто сделала что-то на уроке труда, и наша учительница Нина Анисимовна Радченко, очень доброе слово, всегда ее вспоминаю, учитель начальной школы. Она увидела, что, в общем-то, то, что там я сделала, какой-то предмет, уже достоин до нашего класса. Заложки, заложки были еще у вас с начальной школы. Да, с начальной школы занималась. А как вы вдруг увидели, как вас осенило? Почему вдруг традиционно фибричные куклы? Ну, я когда-то была еще, будучи на севере, вот увидела выставку из кукол состоящих. Точно были только куклы. И, вы знаете, что-то шевельнулось в моей душе. Я вспомнила, и почему-то подумала, они были все бесшитивые, и почему-то мне так захотелось до них дотронуться, так я хотела их увидеть вот поближе. Через стекло витрины я рассматривала, несколько раз приходила. И потом, в общем-то, я почему-то подумала, что я это могу сама сделать. Вот это у меня почему-то мысль захотелось. И вот именно, что я смогу, вот почему-то у меня такая была мысль. Ну, я попробовала, познакомилась с художницей, все это мне показали, рассказали, и как-то вот пошло вот то, что... И с этого времени я стала уже сама искать. Были разные куклы из лоскутов, из палочек, из природных материалов. Ну, то есть, Ирина Владимировна, вы уже более 30 лет. Да, уже более 30 лет. И разрывно связаны с этим творчеством, со своими куклами. Их было очень много. А в то время вы работали... Я работала в Тульском потом Краеведческом музее уже более 30 лет. И тоже, в общем, я была заводелом. Ну, помимо, всегда занималась вот этим творчеством. Были выставки, были мастер-классы, семинары. Тоже я проводила. То есть, вы потом уже сами стали узнавать, да? Да, я стала на воде ездить в экспедицию. Общались вот именно с источниками. С бабушками, которые... С соложилами, которые мне показывали. И очень я благодарна, что я очень много узнала техник изготовления. Как это все было, мне рассказывали. Очень много обрядовых кукол, игровых, разных конструкций. Я это все узнала. Потом еще очень... Больше еще такой был издрес. Я попала еще на стажировку в Станкт-Петербург, в музей, российский графический музей, РЭМ, это известный. И вот там я тоже 10 дней стажировки. Очень много для меня дали, нам рассказывали. Нам показывали, как был клуб создан, первый Пороскева. И я познакомилась с его руководителем, Светлана Владимировна Комарова. Я считаю, что она как бы тоже заложила какое-то основание, какой-то краеугольный камень, как говорят. Вот то, что я вот это все сейчас имею, этот багаж. Ну, это уже более 30 лет, из которых, я хотела бы заметить, 25 лет вы тесно связаны с нашим Павловским историко-кровищским музеем. То есть, сначала ваши куклы путешествовали сюда в посылках, да? Да, я приезжала. Потом вы приезжали, потом стали устраивать здесь выставки. Выставки, мастер-классы проводить. Ирина Владимировна, она проводит у нас очень-очень много мастер-классов. Не только в нашем районе, в нашем крае, по всей стране. Мастер-классы знают ее мастер-классы, ее любят, уважают. То есть, ее куклы всегда отличаются от других кукол. Вот совершенно отличаются. Вот когда у меня такое было, я в интернете увидела куклу и думала, вот она очень похожа на куклу Ирины Владимировны. Когда я почитала, оказалось, да, это именно ваша кукла. То есть, вы совершенно узнаваемый мастер у нас в России. И сегодня мы попросим вас еще для нас провести мастер-класс. Я думаю, что в следующей нашей передаче, в следующем нашем видеосообщении, вы познакомите нас с пасхальным ангелом, который мы с вами сделаем. Да? Да, хорошо. А сегодня мы с вами прощаемся. Я думаю, что нашим зрителям было интересно узнать, как рождается мастерство и как мастеру приходит идея. Вот она приходит неоткуда. Главное, ее немножечко где-то зацепить. Спасибо вам.